Должно быть уже слышали то, что от 20 до 50 тысяч наших вот русских солдат погибли в Украине. В России пишет официально то, что 5000. В Британии, в Эстонии, в США говорят, что 15 тысяч. И тут статистика вот 15 тысяч, это на 20 июля. Я думаю, где-то правда посередине, возможно, на 20 тысяч. Я думаю, что у них, скорее всего, чуть-чуть похуже, чем у нас, мне так кажется, и я на это надеюсь. Вот, и я думаю, что у них больше платеж, чем у нас. Но все-таки в какую статистику верите? В 5000, которые официально заявляют? Ну, слушай, дружище, я не забиваю голову своими такими вещами. Почему? Ну, повестку только что получил, завтра иду военкомары. Серьезно, именно на мобилизацию? Да, 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 вот смотри. Пиздец. Ну, не побухаю. Ладно, дружище, не так много времени осталось. Еще надо сколько выпить за сегодня. У нас говорят 5, а там говорят 15. Ну, потому что они фактически наши враги, поэтому они завышают. США? Да, им важно дезинформацию распространять. А почему они наши враги-то? Как будто вы не слыхали сам такую черную шутку, как сам война США будет длиться до последнего украинца. Не, не слышал. Ну вот, теперь услышали. А почему считаете их врагами? Это откровенные враги. Вражины. Они объявили санкции. Украина пляшет под их дудку. И уже практически украинских бойцов не остались. Уже там наемники сплошные. То есть, думаете, американцы там бегают вниз? Сами они не воюют. Они посылают еще там этих самых поляков, похоже, еще там кого-то. Зачем Америке вот так вот действовать? Как зачем? Потому что им выгодно Россию ни во что превратить. Они же всегда наши враги были. Знаете ли вы то, что 20-50 тысяч наших ребят уже погибли в Украине? Не знаю, на пересдачу опаздываю. Если сейчас не сдам, сам отправлюсь на Украину, чувак! Удачи! Вот просто наши власти заявляют, что всего 5 тысяч погибло. Они врут. Думаете, могут врать? Да. Ну а вот если все равно вас на улице выцепят, поймает там полицейский какой-нибудь, и сразу в Украину. Ну, скорее всего, поедут, что делать? Сами не беспокоитесь, что вас могут отправить? На самом деле, беспокоюсь, конечно, беспокоюсь. Билетик уже взяли? Не, нет. Но я надеюсь, что обойдется все. Вот несколько человек до вас говорил о том, что они там охотно пойдут, что вообще там кто-то в CVK Wagner согласен сразу призываться за деньги на добровольной основе. что у них голова есть вообще на плечах, кто такое говорил. Знаете ли вы то, что от 20 до 50 тысяч наших ребят уже погибло в Украине? Да. Доверяете такой статистике? Нет. Почему? Ну как? Наши бойцы, они сильные. Есть просто два... две статистики, да, вот, которые в России опубликовали. Они говорят, что 5-6 тысяч. Где-то так. Это статистики я больше верю. А есть еще статистика, вот, там, Эстонии, Британии, США, там говорят, что 15 тысяч. Кто говорит? 15 тысяч это... Врут, врут. 20 июля. Все эти европейцы врут. Ну, такая статистика, неужели, не пугает вас? Я думаю, всех пугает. Многие не знают, что делать. Многие народы аполитичные. И в России... Обычно в странах говорят 30% людей, которые... Просто амморфное большинство, которые идут за знаменитый президент и прочее. У меня как-то в России это... Тридцати процентов уже сдвинулись давным-давно к 60. Может, даже больше. Остальными двумят странами. Угу. Но у вас какая позиция? Ну, блин, конечно, антивоенная. Это ужасно. И все было понятно еще раз в 4 февраля. Все было понятно еще, когда русская весна началась, когда пили все эти замечательные пиатриотические настроения, что Крым наш и прочее давно. Все это мерзко и отвратительно. Так что всем... Нет войны. Вот как вообще склонны доверять нашей статистике или нет? Ну, как сказать... Я знаю... Я в организации в нашей работаю. Наши организации 150 тысяч от вас взяты. 150 тысяч от вашей организации? Да. Помимо того, что 300 тысяч должны иммобилизировать. Вот. И, ну, вроде как предлагают. Ну, там... Ненасильно, конечно, но... Ну, хорошо. Там, я знаю, что... На армию только я денег выделялась. Типа... Ну, говорят, туда-сюда. И вот пацанов призывает. Ну, там, у нас водила наш есть. Все. Ну, говорят, типа, за свой счет надо одеваться. Там, гранжилет, каска. И каски такие еще уже с советских времен это были. Вроде в мире, как их сейчас выдают, а там и то и неизвестно. Че 100 тысяч надо примерно одеться, чтобы туда поехать. Ну, так. То есть солдаты сами платят за то, что будем одеться? Да. Жесть. Это откуда вы слышали? Ну, это... Ну, это... Кого вот нас из пацанов призывает, а там можно... А, знакомые-то с вашей? Да, кто уже туда поехал. Да. Че, говорят, скидываетесь по 100 тысяч? Ну, типа, не скидываетесь, но нехватка, как есть. Ну, блядь, тоже не у всех. Я сам вот с деревни, вот у нас 60 человек набирали. А, в общем, должны 350 тысяч быть, ой, 350 людей набрать. Ну, у нас там население 2000, считай, там... Всю деревню забрать. Да, я говорю, блядь, там молодых нету, там молодых человек 20 набирается и все, в основном. Мисс тоже с местного села. Много, говорят, кого набрали, приехали туда. А там, в общем, как перенаселение в казарь мы домой отправили. Ну, все там, конечно, кочерге были, пьяные там, туда приехали. Говорят, вы нахер тут не нужны. И, вроде как, обратно. Но, по факту, сказали, типа, бояться нечего. Приедете, вас туда сразу не пошлют, типа, на поле боя, там... Как оно? Переобучение или как это называется? Военный, в общем, есть. Переподготовка будет и, типа, домой. И, как будет пиздец, там сообщат, короче, и поедете. Ну, если бы они не помогали Украине, давно бы эта самая спецоперация прекратилась. Они туда, ну, сколько оружия, сам, в гухоли. Я стараюсь придерживаться, так как я россиянин, я стараюсь придерживаться официальной, сам, информацией. Я не читаю эти события. Ну, вот, допустим, не началось бы вот всех вот этих событий между Россией и Украиной. Украина бы там своими делами бы начала заниматься, стала бы отдельным государством про-американским. Как бы нам, чтобы сделало бы это нам плохо? Почему бы нам плохо стало от этого? Ну, потому что это еще ближе к нам подошло бы, сам, подошли бы войска НАТО. Ну, и что думаете, от того, что у нас какие-то там войска поблизости стояли бы, они бы завоевали Россию? Ну, это же все их некий сам, пусковые установки, значит, приблизили бы к нам. Так у нас ядерное оружие есть, бомбу ядерную скинем, и все. Ну, это все не так просто, как бы кажется. Как можно вообще напасть на ядерную державу? Особенно в Украине какой-то. Я не знаю, не знаю я.